Привет, друзья! Мне часто задают вопрос, какой же сварочный аппарат из недорогих можно выбрать для каких-то своих бытовых нужд. В данном видео я составил такой своеобразный топ рейтинг из 5 сварочных аппаратов в ценовой категории от 150 до 300 долларов. Итак, начнем с самого дешевого, самого простого, неприхотливого сварочного аппарата. Называется он METECH MMA-205 Professional. Данный аппарат потребляет 220 вольт, подключается к обычной резетке. Ценовой диапазон у этого аппарата, средняя цена его 155 долларов. Электрод тянет от 1,5 до 5 миллиметров. Сварочный ток выставляется от 30 ампер до 205. По поводу недостатков, я вот варил им, мне доводилось, у нас на предприятии были такие аппараты, только единственное, что у них не было вот этого цифрового табло, а вот на этом аппарате есть. Вес он, ну так, тяжеловатка, скажем там, 7 килограмм, в общем он. А так, в целом он надежный довольно аппарат, неприхотлив, много не тянет он, как бы электроэнергии. Для бытовых нужд пойдет. Второе место. Сварочный аппарат Solaris MMA-226. Данный сварочный аппарат также работает от 220 вольт. Производится он в Китае. Цена у него, ну, средняя цена, в общем, 200 долларов. Данный аппарат я лично тестировал, скажем так, на протяжении не одного года. Я вот, данный аппарат почти 3 года работал. То есть, работал он, как бы не профессионально, но работал я им профессионально. То есть, он выдерживал, все, достаточно хороший аппарат. Электрод тянет от 1,6 до пятерки. Ток от 10 ампер до 220 ампер. Вес он полегче, 5,5 килограмм. Единственный недостаток, который я вот, для меня лично, это недостаток. Табло у него не цифровое, сложно более деликатно подобрать сварочный ток. А в целом, хороший аппарат. Следующий аппарат. Название у него довольно длинное. Эланд ARC Force 205 Pro Box. Данный аппарат есть также у моего друга. Он работает ему фактически как профессиональным. За исключением того, что у него цена довольно бюджетная. Стоимостью тут также приблизительно 200 долларов. Обычная сварка ММА. У него идет электрод от 1,6 до 5 мм. Ток сварочный также от 10 до 200 ампер. Что хорошо для данного аппарата, это бренд довольно известный. Эти аппараты, они довольно надежные. Я редко слышал, чтобы они вообще ломались. Также по начинке внутри у них стоят хорошие микросхемы. Данная фирма Siemens, Toshiba, Philips. Вес у него порядка 7 кг. Тоже немножко многовато. Но если его не носить никуда, то для гаража где-то пойдет. Четвертое место. Сварочный аппарат FUBUG IN226. Аппарат также работает от 220 вольт. Цена данного сварочного аппарата чуть дороже предыдущих. Стоит он порядка 270 долларов. Но в нем сочетаются две сварки. Ручная и аргонная. Мне доводилось им работать. Ну, правда, недолго. Я там неделю, когда мой аппарат забирали, давали вот этот. Хороший аппарат на самом деле. Электрод до пятерки также тянет. Хорошо у него то, что вес маленький также. Около 5 кг. Там 4,8 по-моему он весит. Сварочный ток от 10 до 220. Вот до этого, я не помню какая модель была, но я знаю, что на нее жаловались. У них страдала система охлаждения. А вот по поводу вот этого нареканий я таких не слышал. По поводу бренда и где производится. Производится они вот довольно много где. Вот я выписал себе в Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, Юго-Восточной Азии. В общем, вы понимаете, что страны далеко не последние. И качество там должно быть соответственное, по крайней мере. А новые разработки их проводят вообще в Баварии. Последний сварочный аппарат. Эланд ТМ-200 Пульс. Ну, данный аппарат это единственный из этих вот пяти, которыми я конкретно этим не варил. Но исходя из параметров вообще и предыдущих моделей, которые я пользовался данной фирмой, я считаю, что он будет самый достойный, что ли, из этих вот пяти. Ну, он самый дорогой. Цена у него порядка 300 долларов. По электродам немножко он уступает. Тянет от 1,6 до 4, предыдущей до пятерки тянули. Но сварочный ток у него от 5 А до 200. Тут очень четкая будет, я считаю, плавность. Ну, также цифровое здесь табло есть. Плюс ко всему он также аргон. Аргонной сваркой можно пользоваться. Ну, что сказать еще. Микросхемы те же, Siemens, Toshiba, Philips. Сборка довольно достойная. В общем, такого плана сварочный аппарат я вам рекомендую. Но это в ценовой категории, я же говорю, до 300 долларов. Если вы хотите, достаточно аппаратов еще лучше. Ну, там цена немножко другая будет. Так что, для бытовых каких-то нужд, вот эти аппараты будут само то. Кстати, напишите мне в комментарии, какими вот вы аппаратами пользуетесь. И какие вы считаете более достойными, может быть, от данных. Спасибо, что посмотрели меня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok